Все, поехали. Сама. Я предлагаю. Это заслуживает тоста. Какой это сорт? Шардоне. Шардоне. Пока надо перейти. Что характеризует ягоду шардоне, сорт винограда, в отличие от остальных сортов? Что является его главным доминирующим отличием? Ну, разве что только вкус и ароматика, которая близка к тропическим нотам. То есть, а шардоне сколько должно быть в Малгое, это какое? Это полгода после сбора урожая. Весь следующий год оно считается молодым. Мы сегодня готовим, которое по большому счету присутствует в каждой кухне мира в том или ином виде. Это жареное мясо. То, что это жареное мясо, назвали итальянцы хитро испеченным словом Сальтимбокко а-ля Романо, ни о чем не говорили. Это просто кусочек жареного мяса. И все. Точка. То есть, его можно, если у вас не будет шалфея, его можно заменить просто куском филейки, вырезки, куском мяса. Кусок мяса пожарили и это уже вкусно. Но, учитывая, что с нами достаточно известная в энногострономической среде, правильно я сказал? Спасибо. Господин Эдуард Городецкий, мой давний друг и директор целого завода, правильно, завода. Да. Который производит коньяк Шустров, правильно, коньяк Шустров, где-то с 1735 года, правильно? Ну, почти, с 1863 года. Ну, примерно, плюс-минус. Там плюс-минус 18 лет. Знаете, когда дело от нас, когда дело было до того момента, как мы определились, как Украина определила, стало самодостаточной. Все остальные времена и даты, они смешали. Сутью этого блюда является, в данном случае, филейка. В данном случае, это корова, обычная украинская корова. Это не итальянская. Как я выразил, прошутто, круто, шалфей, сливочное масло, оливковое масло, чуть-чуть муки, черный перец, соль, капелька белого вина, обязательно капелька белого вина, 100%. Ну, куда без вина? Да, без вина нет, точно, 100%. Кроме того, мясо хорошо вообще употреблять с вином. Даже если вы перепутаете красное с белым, белое с красным и, не дай бог, с розовым, все равно мясо с вином лучше, чем мясо без вина. Правильный бокал, правильная компания. Спасибо. Правильная компания важна. Ну, это факт. Вообще, вино, это предполагает компанию. Да, я думаю, что пить вино в одиночестве, как и есть мясо в одиночестве, это почти что наказать. О, а мы за то, чтобы все было хорошо. Это точно. Да. Итак, еще раз. Сальтимбока а-ля Романа, белое вино сорта Шардоне, Эдуард Городецкий, Савва Липкин. Шикарная компания. Ребята, мы отрезаем немного филейки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть филеечки. Итальянцы режут иногда потоньше. Сможешь такую еду смело готовить дома вполне. Это легкое блюдо, но в нем ничего особенного нет. А ты знаешь, я люблю готовить дома. И мясо в том числе. Тем более. Сальтимбокку пока не готовил, но чувствую уже в следующий раз. Я где-то слышал, что по поводу Сальтимбоки ходят споры. Мол, ее придумали то ли на юге, то ли на севере. То ли в Риме. То ли в Риме, то ли в Молдавии. Это все разговоры. Ее придумали 100% итальянские евреи, где бы они ни были. Авторы всего они. Можно не смениваться, даже если в Википедии написано иначе. Вино Трибьяно, правильно? Вот хотел сказать, что Рим, регион Латсо. И там один из самых типичных сортов это Трибьяно. Какой сорт винограда? Вот сорт винограда Трибьяно. Это сорт винограда Трибьяно. Он второй в мире по распространенности, но под разными названиями. А, понятно. Например, во Франции он известен как Кюнеблан. Это базовый сорт для всего коньяка. С вином так и лучше. Следующая стадия. Это мы берем ломтики мяса и наносим по нему несколько ударов молоточком. Держи. Раз. А пока мы с тобой одеваем эту пленочку. Да. А вот скажи мне, ты помнишь свой первый стакан вина в жизни? Первый стакан вина. Говорят серьезно. Я помню, как я пил коньяк. Вот это я помню. Это была школа. Это была школа. Это был выпускной вечер. Поэтому я помню, что меня так впечатлило. Я был готов на подвиги. Супер. Как юный Геракл потом. Ну, в общем. Итак. Ну, коньяк это тоже наша тема. Потому что это производная вина. Раз. Раз. Теперь обнажение мяса. Обнажение. Теперь мы берем очень важная часть Мирлезонского бульета. Это мы берем то самое прошутто. И нам такую большую ломать не надо. Нам надо будет вот так вот по частям его. Раз. И мы берем на каждый ломать. Вот так. Хлоп. Эдуард, приобщайтесь. Давайте. Тем более, как люблю готовить. Это будет первое причастие Эдуарда. На камеру. На камеру. Конечно, на камеру. Так. Как мы с Эдуардом причастались. Причащались. У тебя талантливо получается. Ты в первой жизни поваром был. Слушай, я и в этой жизни немножко готовлю. Да? Чуть-чуть. И вот я насмотрелся на эту историю и... Шикарно. Уже в воскресенье приготовлю что-то для своих гостей. Расскажи гостями мне, что такое в понимании винодела термин «длинный нос». Это когда аромат вина раскрывается разными гранями и открывается в течение какого-то времени. Обычно, чем вино старше, чем более оно выдержано, так же самое это относится и к выдержанному старому коньяку. У него на протяжении того, как ты дегустируешь и нюхаешь, можешь возвращаться к бокалу через пять минут, через десять минут, будет открываться новыми гранями. Молодое вино обычно такого не имеет. Как правило, все, что ты можешь почувствовать, можешь почувствовать сразу. Все преимущества. Я уже понял. И недостатки. И недостатки, да. Которые являются другой стороной преимуществ. Другой стороной преимуществ. Правильно. То есть, если я правильно понял, есть понятие «длинный нос» и, соответственно, бывают понятия «короткий нос» или «маленький нос» или нет? Ну, так не говорят. А как? Обратная сторона медали – это тощие вино. Традиционно шалфей, вообще традиционно, его прикалывают вот с этой стороны мяса. Но дело в том, что традиционно это уже было. Поэтому я его на всякий случай кладу вот сюда. Раз. Вот так вот. И тогда его не надо еще раз прибивать гвоздями к мясу. Мы это можем сделать вместе. Отлично. Мы приподнимаем юпочку. Юпочку так раз и… Раз и все. Да. Это не по классике. Запахло жареным. Запахло жареным. Но прежде чем жарить, я приготовлю шпинат. Почисть мне чеснока. А, у меня есть чеснок. И я бы с удовольствием почистил. Итак, я. Два. Три. О! Савва, ты так шикарно это сделал. Ты в первой жизни, наверное, нотариус. Нотариус? Да. Берем, вскипятили заранее украинскую водопроводную воду. Мы берем… Хорошую жменьку шпината. Такую жменю. Жменю. И вот теперь позволь себе вылить кипяток из локальной, локальной украинской воды питьевой. Этого лимонного сока. Это был смелый шаг, но мы его не… О! Сейчас его станет меньше. Я беру досточку и на досточке шпинат привожу в порядок. Так. Раз. Теперь мы его порежем чуть-чуть. Резанный шпинат. Что может быть лучше резаного шпината? Ортодоксом одесской кухне посмещается. Да, посмещается. Маленький сотейничек. Очень важно компании Кристель. Наливай сюда. Наливай, наливай, да. Как ты говоришь, капельку. Наливай, да. Капельку. Лей, 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 лей. Там капелька долго будет. Да. Это клей. Сюда мы чуть-чуть… Еще, 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 да. Еще. Раз. Еще, еще. Так. Шикарно. Шикарно. Мы делаем большой огонь на чуть-чуть. Ну, судя по всему, этот чеснок погиб не зря. Я уверен в его миссии, в его визии. Теперь мы берем сюда, кидаем немного шпинатовича. Вот так вот. Раз. Весь-весь-весь-весь сюда кидаем. Раз. И теперь очень важный жест. Мы быстро надрезаем лимон. Раз. И немножко лимона сюда. Раз. 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 Вот так вот. Выдавили чуть-чуть лимона. С косточками. О. Раз. И теперь чуть-чуть соли. Слушай, как красивая соль. Соли, чуть-чуть соли. И чуть-чуть перца. Капельку перца, капельку. Раз. Раз. Шпинат готов. И мы берем шпинат, добавляем ингредиент под названием сливки. Вот так вот. О. Все. Раз. Можно помещать? Да. Мешаем. Раз. Раз. Еще. 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 Шикарно. Талантливо. Все. Так. Теперь я шпинат отодвигаю в сторону и занимаемся приготовлением САЛЬТИН БОКА ДИ РОМАНО. А-ля РОМАНО. А-ля РОМАНО. А-ля РОМАНО. А-ля 2, две буквы L. А-ля РОМАНО. А-ля РОМАНО. Как я мог перепутать? Как? Да. Итак. Мы прогрели немножко. Ребята, у САЛЬТИН БОКА есть очень важный момент. я не знаю, знаешь ты это или нет, ее нужно есть прямо со сковородкой, вот моментально, поэтому в переводе сальтинбука, бука это рот, бука, поэтому сальтинбук это прыжок в рот. Теперь берем капельку муки, раз, раз, два, два, все, и теперь мы берем, то есть на маленьком огне вот это жарится, да? Да, чуть-чуть, оно же, это же мясо, оно готовится моментально, его же не надо там, знаешь, долго, мы будем готовить по 4 штучки, вот раз, нет, первая порция будет у нас 6 штучек, да, смотри, чуть-чуть соли и чуть-чуть перца, чуть-чуть перец, итак, мы прогрели, обратите внимание, мы прогрели чуть-чуть мясо, на другую сторону, раз, два, три, как раз вино пока подышит, а мы дожарим мясо, о, раз, все, раз, Ребята, обратите внимание, сальтинбук а-ля романа, маленький огонь, где вино у нас белое, добавляю капельку вина, капельку, раз, раз, и быстро его выпариваю, и тут же добавляю ломтик сливочного масла, опа, веганы могут не смотреть на это, это страшная вещь, все, вино выкипело, опа, вино выкипело, масло затянуло, опа, приятный момент этого эфира, это мы берем тарелочку, тарелочку, берем вилочку для шпината, вилка для шпината, вилочка для шпината, сюда, раз, раз, опа, немножко шпината, чуть-чуть, раз, два, капелька шпината, теперь я беру, опа, переворачиваем, раз, два, и третий ломтик, сальтимбок а-ля романа, кон шпинатча, со шпинатом, пробуем, мясо должно быть мягкое, сава, это фантастика, легко готовить, сава, огромное спасибо, это фантастически вкусно, просто потрясающе, спасибо. Эдуард, даже если бы мы не снимали, ты просто бы зашел в гости, было бы точно так же. Вот в этом нет никаких сомнений, теперь я приготовлю, попытаюсь приготовить это для своих друзей, надеюсь, что получится. Ты у меня спрашивал, да, Виша, какое вино я обычно пью? Какое твое любимое вино, да? Ну, я скажу так, мне запомнилось, мне запомнился рислинг с запахом бензина из Альзаса. Маленькая винодельня, их называют обычно гражданами. Ну, было, да, было безумно вкусно, было просто, ну, во-первых, там еще компания была хорошая, я выпил со своим другом из Германии, мы ехали с Боденского озера туда, и это была шикарная поездка, было шикарное время, я был моложе года на четыре, года на четыре в моем новом возрасте, я был страшно красивым. Был высокий, у меня были шикарные плечи, бицепсы, кучерявые длинные волосы, у меня были потрясающие ресницы, потрясающие. Но все это ушло в прошлом, а сейчас осталось только вино и соль тимбока. Ты знаешь, это не самый худший век? Не самый. Итак, я люблю рислинг. Кстати, Пастернак написал о нем стихи, помнишь? Да. В траве, накислице, межбуз, бриллианты, это не те, которые любят девушки, хмуре свисли, по захладелости на вкус напоминали рислинг. Итак, еще раз. Па-ба-ба-бам!